36 сезон недели моды в Москве завершен. Финальный шестой день ознаменовался удивительно кинематографичными и концептуальными показами. Известный российский стилист Лиза Романюк представила коллекцию «Звездное лето». Она предлагает безусловную женственность в новом прочтении. В коллекции использованы шелк и атлас, пластичная натуральная кожа марпа, а также ультрамодные спортивные цветные дыни и вискозный трикотаж с пайетками. Дизайнер Галина Васильева, вдохновившись мультфильмом «Тролли», выпустила коллекцию по мотивам сказочной истории про них. Великой карточкой этого дизайнера и абсолютным мастхэ в весенне-летнего сезона остаются вечерние платья, а главным аксессуаром станут дизайнерские чокеры разных цветов. Мария Шошева представила на неделе моды в Москве очень яркую и изысканную коллекцию меховых изделий. На создании модели дизайнера вдохновила готическая архитектура Лондона и фильм «Багровый пик» режиссера Гильермо Дель Торо. В коллекции использованы мех соболя, рыси, горностая и стриженная норка. А вот сюжет новой коллекции бренда «Борис Мама» разворачивается на стыке реальности и фантастики. Все детали создают необычный и прогрессивный образ. Креативное объединение молодых дизайнеров представило капсульные коллекции бренда «Стаси энстаса», дизайнера «Алена Нега», модного дома «Портофина» и бренда «Подловский». Также прошел дебютный показ бренда «Пономарев», наряды которого элегантны и современные. Закрыла неделю моды дефиле от бренда «Янина Кутюр», который представил коллекцию «Мечта о птице счастья». В каждой модели читается магический образ сказочной жар-птицы или настоящего гордого павлина. В числе гостей показы в шестого дня недели моды в Москве – Стефания Маликова, Елена Темникова, Саша Савельева, Вячеслав Зайцев, Яна Чурикова, Антон Севидов и многие другие. Официальной косметикой недели моды в Москве вновь стала продукция «Макс Фактор». За кулисами команда мастеров марки работала над образными моделями. «Расскажите, чем вас привлек этот шоу-рум?» «В самом деле, зашелся совершенно случайно. Мне, во-первых, понравилось качество. Ткани действительно очень хорошие и тяжело сейчас на данный момент на рынке одежды найти ткани такого качества. И при этом цены очень оптимальные, то есть цены обычно какого-то масс-маркета. Но при этом за эти деньги ты получаешь качество, действительно качество итальянской ткани и при этом очень модные вещи». «А как бы вы назвали стиль этого бренда?» «Ну, он такой casual. Ну, это чистый casual. Вот. К сожалению, на данном, до того, как я пришел сюда, я не был знаком с этим брендом. И на самом деле, вот увидев то, что здесь находится, я правда очень заинтересовался. И надеюсь, что у меня появятся еще какие-то вещи, кроме галстука, куртки и брюк. Вот. А как вам выставка вообще, неделя моды в Москве этого сезона? Ну, с учетом того, что я являюсь руководителем технического продакшена всей московской недели моды, могу сказать, что мы старались удивить всех посетителей, что-то принести новое по сравнению с прошлым сезоном. И надеюсь, что зрители и посетители московской недели моды это оценили. В таком случае я в лице канала Fashion Concert хотел бы вас поблагодарить за организацию этого события. Спасибо вам большое. Надеемся увидеть вас в следующем сезоне. Спасибо. В марте месяце. Спасибо большое. Друзья, с нами дизайнер и основатель бренда Кравец Виталий. Добрый вечер. Хотелось бы вам задать вопрос. Буквально пару слов о концепции вашего бренда. Всем здравствуйте. Неделя моды прошла отлично. Большое количество людей, новых клиентов, новых знакомств. Что касается нашего бренда, называется он The Kravitz. Одноименность моей фамилии Kravitz, которая переводится как портной. Шьем мы мужскую одежду, шьем casual и повседневный именно casual. Это рубашки, брюки, бомберы, тренчи, поло. В таком стиле выпускаем мы, собственно, наши коллекции. Нашу продукцию можно приобрести на сайте thekravitz.ru. А также у нас есть достаточное количество представителей по всей стране. Поэтому наш клиент всегда может найти наши коллекции, к примеру, в Сочи или даже на Кипре. А это ваш первый опыт как представителя, ну и основателя бренда, соответственно, на неделе моды? Нет, это не первый опыт. До этого мы принимали участие в подобных мероприятиях. Также мы выступали стилистами, к примеру, на таком конкурсе, как «Новая волна». Подготавливали образы для конкурсантов. Кстати, наш конкурсант занял первое место на конкурсе в 2016 году. Всем хорошего настроения, бодрости, духа. Впереди зима, новогодние праздники. Поэтому всем улыбок и добра. Друзья, с нами человек, который уж точно не нуждается в представлении, Артем Кривда. Скажите, пожалуйста, на неделе моды была представлена ваша дебютная коллекция, которая посвящена Ленинграду 80-х годов? Сейчас очень большой тренд 80-х. И когда я был маленький, мне было порядка 6-7 лет, в моем доме, я в тот момент жил в городе Азове, на обычном полиэтиленовой скатерте стоял магнитофон, который, соответственно, играл в наш ДДТ Цой и Бутусов. И это все насыщалось в меня. И когда я решил сделать первый показ, я понял, что я хочу посвятить русскому Антверпену, Санкт-Петербургу, тогда Ленинграду. И мне кажется, что это очень круто. То есть навеянное детскими воспоминаниями? Да, бесспорно. Это просто детские воспоминания о городе, о котором я даже не представлял, как он выглядит, но для меня он был, как мой черный пластиковый магнитофон. А что для вас является решающим фактором при выборе моделей? Их индивидуальность только. Мне нравятся максимально индивидуальные модели, которые не похожи ни на кого. И для меня очень важно, чтобы у ребят была очень яркая харизма. И когда они выходили на подиум, это ощущал визал. Скажите, пожалуйста, в прошлом сезоне один из журналистов вам задал такой вопрос, цитирую. Когда неделя моды Москвы выйдет на уровень парижской, миланской или будет с ними конкурировать? На что вы ответили, это произойдет в следующем сезоне. Оправдались ли ваши утверждения? Как вы считаете? Но я думаю, что в ближайшее время это точно будет так. Продолжение следует...